Запись пошла. Да, друзья, давайте вопросы еще. Анатолий здесь уже. Анатолий, давай я закончу тогда тебе ответ. Если у фонда прописано это все юридически, и в договоре с клиентом это тоже оговаривается, то это очень круто, это здорово. Рекомендуй мне его, если я еще, так скажем, не в этом инструменте. Хорошо? Но что-то мне говорит о том, что я не уверен, что такое где-то есть, потому что 50 миллионов это достаточно серьезные деньги. Хороший вопрос Анатолий задал на самом деле. Получается, что у вас гарантия страховка только, да? И на какой период страховки? Смотрите, Светлана, да, здравствуйте, рад вас тоже слышать. Здравствуйте, да, здравствуйте, Алексей. Смотрите, отвечу на ваш вопрос. 80% денег – это ликвидность обменника, то есть каждый день происходят десятки тысяч операций, 54 тысячи пользователей каждый день пользуются. Скажу вам по секрету, но может быть это не секрет, компания с гражданами Евросоюза за выход в фиат и за вход из фиата в крипту берет от 3 до 5% с каждой транзакции, то есть для них это нормально. С нас она берет фиксированную комиссию 0,5% на любые операции, входа, выхода и так далее. То есть у компании очень хороший запас ликвидности. И вот как раз вот эти 80% денег, они постоянно находятся в системе, они вам доступны. Они вам доступны к снятию, понимаете, да? Смотрите, Светлана, я всего не могу говорить, я подписал документы NDA по неразглашению. Работа в этом направлении идет. В скором времени вы все узнаете. То есть до апреля, до Дубая, все будет. То, что Анатолий озвучил, это все будет. Компания всего лишь полгода на сегодняшний день, она 1 августа только стартовала. И уже просто такие темпы показывает, что реально компания не анонсирует какие-то вещи. Она просто делает, а потом анонсирует. Вот все, что они нам без БАДа не озвучили в Германии, это нам доступно. Все, мы это как бы... Все остальное будет либо анонсировано чуть позже, либо анонсировано уже в Дубае. Есть ли такая информация, сколько проинвестировано средств? Вот эти 115 миллионов, это именно проинвестировано или это оборотный капитал? А есть разница? Это средства инвесторов. На сегодняшний день капитализация компании составляет 115 миллионов евро. Нет, ну, если я приношу там 1000 евро, то у меня через 1000 становится, грубо говоря, 1096 евро. Да, да. Соответственно, капитализация моя, то есть внесено мной 1000, а моя капитализация 1096. Вот про это я имею в виду. Да, все верно, да. Так и есть. А вот сколько внесено и капитализация, то есть, ну, это разные цифры же получаются. Сколько внесено, ну, у меня нет такой информации. Ну, то есть, получается, внесено меньше, чем 115 миллионов, правильно? Я не могу тебе ответить на этот вопрос, потому что, ну, у меня, во-первых, нет этой информации, сколько конкретно внесено средств. Есть информация на сегодняшний день о количестве пользователей системы и о общей капитализации. Эта информация открыта. И есть отчетность в личных кабинетах, которые на сегодняшний день есть, вот, доступно. Понял. Просто ранее там, вот, писалось, ну, что 138 миллионов, а сейчас 115, говорится. Сейчас 115. Ну, если ты следишь за курсом евро, то он значительно просел в последнее время, помнишь? Ага, ага. То есть, он стоил одну цифру, теперь стоит другую. Курс евро, потом курс криптовалют тоже влияет, потому что люди там носят в биткоинах, люди вносят в эфириуме средства, понимаешь? Поэтому она же плавающая. Так, я понял. Так, хорошо. Еще вопрос. Ты говорил, что есть расчетный счет в евро, на который можно вносить, да? Да. Средства для граждан Евросоюза. Да. А счет находится, то есть, в каком банке? Это известно? Смотри, все реквизиты находятся в личном кабинете, ты можешь с ними ознакомиться. Посмотри, пожалуйста. Но единственный момент, по-моему, тебе может быть недоступен этот СЕП-счет, так называемый СЕП-счет. Гражданам Евросоюза он доступен. Можно скачать реквизиты банковские. Там есть банк, который обслуживает, банк Эминтренд, который обслуживает все транзакции. Вот, и этот банк находится в Эстонии. То есть, это эстонские реквизиты. Все, ты спокойно, гражданин Евросоюза, заходит в любой банк, в Райфайзенбанк, в Дойче Банк, приходит со своими евро, кладет их на эти реквизиты, и компания в течение двух дней их принимает. За это она берет комиссию, конечно. Но это только для граждан Евросоюза. Пока только, да. Ну, это просто правовые пока нормы. Поэтому тут не взять, не отнять. Только так. Хорошо, спасибо. У меня все. Алексей, расскажи, пожалуйста, поподробнее про Security Token EXW. За счет чего он формируется? Что означает вообще EXW? Да, вот этот Security Token и так далее. То есть, тоже возникали вопросы. Хорошо, спасибо за вопрос, Антон. Смотри, EXW, Решфроидс, как Exchange Wallet. На сегодняшний день эмиссия токенов 1 миллиард. Это фиксированная эмиссия, это Security Token, который не используется ни на какой бирже, нигде он не за листьем. И компания это специально делает. То есть, это было ее осознанное решение, нигде не листится, потому что мы знаем, что происходит с токенами, которые выходят на биржи, когда листинг происходит. Обычно это происходит, ну, какие-то манипуляции происходят. Лично я не готов, чтобы токен там за день скакал в цене, там, вот он сейчас стоит 0,55 евро, 55 евроцентов. Ну, представляете, его будут туда-сюда там шатать. Ну, с точки зрения инвестиций, это так себе история. Поэтому 1 миллиард токенов сейчас лежит на кошельках компании. И как это выглядит? Допустим, вы вносите средства на 1000 евро, вам выдается 1550 или сколько там по курсу токенов EXW. Соответственно, из кошелька... Леш, Алексей, отключи там микрофоны, пожалуйста, у людей. Евгений, Наталья. Наталья Бенн, ага. Да, выключи. И Евгений. Ребята, не... Друзья, выключите, пожалуйста, микрофоны. Эдуард, выключи, пожалуйста, микрофон. Спасибо. Спасибо. Смотрите, миллиард токенов, как распределяется на сегодняшний день в системе? Вы вносите средства в биткоине или в эфире. Проходите в обменник, забираете из системы 1000 токенов. Все, с этого кошелька с компанией списывается 1000 токенов. Вы ими пользуетесь в системе. Можете их отправить на инвестицию в EXW бонус. Алексей, я прошу прощения, вас не слышно, потому что очень шумно. Отключи принудительно, пожалуйста, микрофоны. Спасибо. Леш. Да, сейчас. Так, секунду. Вроде всех отключил, да, вроде тихо, да? Светлана, сейчас слышно меня? Да, сейчас прекрасно слышно. Отлично, да, там у кого-то просто шумно было. Третья попытка. Миллиард токенов распределяется следующим образом. Вы заходите, покупаете, заводите в систему биткоин или эфир, покупаете себе там, не знаю, 1000 токенов, обмениваете. Соответственно, система списывается 1000 токенов, они у вас оказываются на кошельке. Вы, соответственно, вправе ими распоряжаться либо просто хранить, ждать повышения цены токена, сейчас еще коснусь этого момента, от чего зависит цена, и либо их отправляете в EXW бонус в работу. Соответственно, когда вы отправляете токены в работу, вам начисляется ежесуточная доходность. Если они у вас просто лежат на кошельке, то не начисляются. Они просто как хранятся у вас. Соответственно, когда вы меняете свои EXW токены, заработанные обратно в криптовалюту, ваши токены отправляются на тот же кошелек, с которого они были сняты. То есть это ограниченная миссия, это security токен, они нигде больше не используются. Этот токен используется просто как расчетная единица в обменнике между участниками сообщества, либо между участником сообщества и компанией. Все, это обычный токен, он еще имеет свойство utility, то есть им можно пользоваться, в дальнейшем будет использовать его при реализации тех планов, которые компания озвучила. Это когда продажи начнут, когда подключаться будет авиапрограмма, там та же автопрограмма, и когда их можно будет использовать уже дальше, тогда будет еще больше их функционал. Алексей, то есть я правильно понимаю, это как акция, по сути дела? Да, это как акция, абсолютно верно, да. Вы становитесь таким мини-акционером компании в зависимости от вашего размера вклада, и компанию, так скажем, акционируете компанию, даете ей свои средства, она вас за это благодарит ежесуточной доходностью, за то, что вы воспользовались ее услугой, ее токеном. Спасибо. Игорь, я знаю там, Трофимов Игорь, у тебя вопросы были? Задай, пожалуйста, если есть такие, если не получили ответы. Привет, да вопросы, кто еще не у меня здесь, а вот было у Максима Фанасьева и его друзья, и опять же, что у них никого нет. Ну, хорошо, смотрите, у нас есть... Алексей, да, я позволю, да, озвучить тот вопрос, ну, наиболее, наверное, главный, да, который тебе постоянно задают, но, тем не менее, хотелось бы из твоих уст это услышать. Значит, отличие, отличие вот этого проекта, да, от других проектов, то есть, что там, Cloud Token, ну, постоянно, который задается, ну, хотелось бы еще раз, говорю, там, от тебя задать. Cloud Token, Plus Token, SFX, по-моему, токен, там, как-то вот они... SCF, SCF токен. SCF, да, ну, я просто неглубоко вот этот вопрос изучил. Отличие, главное отличие, почему... Антон, вот ключевой момент. Смотри, как я отвечаю на этот вопрос лично я. Изучи, пожалуйста, проекты те, которые не дожили до сегодняшнего дня. Какая там была команда, какие были цели у компании, почему Cloud Token исчез, почему Plus Token исчез. Прежде чем найти принципиальное отличие от тех компаний, нужно изучить, что они, с чего они начали и чем они закончили вообще, к чему они шли. Вот когда человек погрузится, потому что мне из 10 человек, которые задают этих вопрос, 9 человек не понимают, о чем спрашивают. Потому что они просто слышали об этих проектах, они даже в них не участвовали. И говорят, а, Cloud Token там соскамился, значит, надо задать этот вопрос. У человека, ну, на подкорке нет никакой информации об этом проекте. Мною эти проекты изучены, и они имеют другие совсем функции, другие задачи имели. Там не было задачи долгосрочности в каких-то проектах, в каких-то была задача долгосрочности, там, работы этого проекта. Но отличия есть принципиальные. Здесь, во-первых, строится очень серьезная экосистема. Запущена автопрограмма для граждан Евросоюза. То есть компания идет на серьезные шаги, юридические прежде всего, потому что, вы знаете, что когда гражданину Германии выдается автомобиль, заключенный договор между компанией, гражданином Евросоюза и автохаусом, ну, автосалоном в Германии, это уже достаточно серьезное заявление компании о том, что компания хочет работать долго, хочет работать много на разных рынках. И в том же Висбадене это, ну, показала компания, что, ну, приехали реально представители 80 стран. Была вся практически Латинская Америка, Южная Америка, Европа точно вся была. То есть там была перекличка, было очень много стран. Азия, Таиланд, Китай. То есть сейчас официальный кофаундер Моноэль Батист находится в Китае. Вы знаете, да, как в Китае с криптой сейчас все туго. Ну, то есть до недавнего времени было все очень тяжело. Те, кто там с Китаем работает, вот я знаю, здесь один есть человек в чате сейчас. Да, здесь он, а, уже вышел, наверное. То есть в Китае до недавнего времени вообще с криптой было все очень-очень сложно, там вплоть до серьезных уголовных сроков. То сейчас Моноэль Батист находится в Китае и на официальном уровне уже договаривается о, так скажем, о дистрибуции компании, о размещении компании официально на этом рынке. То есть если компания, ну, то есть уже делаются серьезные шаги. Для меня это очень хороший сигнал, потому что если бы она пошла в условную там, ну, не знаю, не обидеть другие страны, в условный Казахстан какой-нибудь, и там начинает там активно работать, это одно. А когда Китай, такие страны, когда Европа работает вовсю, работает Америка, самое главное. Есть уже Chief Sales Officer по Америке, то есть в Америке клиенты подключаются. Для меня это тоже очень хороший сигнал, потому что с гражданами Америки шутки плохи на любом законодательном уровне. Вы это тоже все понимаете. У них судебная система очень четко работает. Если ты обманул гражданина Америки, и он на тебя подал в суд, этот суд найдет тебя в любой точке мира, это важно понимать. Для меня это тоже очень хорошие сигналы, что компания идет в правильном направлении. Изучите, пожалуйста, что такое Cloud Token, что такое Plus Token. Это вся информация есть в интернете, просто нужно самому погрузиться, потратить час-два времени и уже задавать правильно вопросы. потому что они отличаются. Это все. Алексей, вопрос. Поправь меня, если я сейчас где-то ошибаюсь. Один миллиард токенов. Да. Правильно? Да. 56 центов сейчас, евроцентов стоит один токен. Да. Капитализация компании уже 115 миллионов. Да. По сути, получается по нынешней цене токена на 560 миллионов евро. Их хватит. Что будет делать компания при таком быстром росте, темпе роста? Не за горами. Полный набор выкуп этих токенов. Что делать? Все. Спасибо, Андрей, за вопрос. Да, отличный вопрос. Я думаю, компания это не озвучивает, но я думаю, что будет дополнительная эмиссия токенов. Просто дополнительная. То есть, это возможно, да? Это алгоритмом не закрыто. Нет, это же блокчейн эфира. Здесь можно спокойно дополнительную эмиссию делать. Нет сложности вообще. Ясно, спасибо. Пожалуйста. Алексей, еще вот тоже вопрос назрел. Представим ситуацию, что вот приходит инвестор, у него там 500 миллионов долларов, да? И он говорит, вот я готов заходить. Он заходит 500 миллионов долларов, ему показывается доходность в кабинете, а через месяц, соответственно, он это все выводит. Плюс еще выводит и немаленькую доходность. Нет ли риска того, что компании, грубо говоря, не хватит средств расплатиться с этим инвестором? Ну, это просто такое. Ну, давай, если возьмем условные 500 миллионов долларов, которые ты озвучил, я не знаю. То есть тут это вопрос не ко мне, не моего уровня вопрос, так скажем. Я так скажу, ведутся переговоры с одним из крупных, очень крупных инвесторов о 80 миллионов евро. Человек готов заходить на эту сумму, то есть это в Европе сейчас ведутся такие переговоры, не буду говорить, что и как. Реальные переговоры, человек готов заходить, и компания подтвердила, то есть это, ну, уже напрямую идет переговоры с основателями проекта, и они подтвердили готовность принять, готовность выплачивать, готовность работать с этой суммой. Это здорово, то есть это достаточно серьезные инвестиции, 80 миллионов. Про 500 не знаю, Анатолий, не знаю. Ну, я понял. Про 80 озвучено было, что готовы, да, без проблем, переварим, сработаем, не проблема. Ну и плюс, есть определенные моменты, о которых мы узнаем чуть позже, в феврале, в марте. Сейчас не могу о них говорить, и 500 миллионов, я уверен, переварится. Да, все агонцы будут обязательно, да. Спасибо. Алексей, а какой вот механизм формирования курса EXV, и насколько часто он может меняться? Это какой-то период заложенный или в связи с рынком, или как это происходит? Хороший вопрос, спасибо, Алексей, да, рад вас тоже слышать. Смотрите, в августе токен стоил 0,40 евроцентов, 12 августа он стал 0,44, и потом следующий рост цены произошел только, наверное, в сентябре. Цена токена полностью зависит от успешности системы, от количества пользователей и от оборота токенов в системе. То есть чем больше пользователей, чем успешнее, соответственно, экосистема, тем цена токена выше. По крайней мере, так декларируется. Как на самом деле, могу не знать. Вот так декларируется, то есть цена токена сейчас на 1 евроцент упала, она была 0,56, но, как нам объяснили, это было связано с резким падением цены биткоина. Все-таки людям отдается в криптовалютах цена, ну, понимаете, да, как строится. То есть все-таки, я думаю, к криптовалютам тоже есть какое-то отношение в цене биткоина, но не уверен на 100%. По крайней мере, озвучивается то, что цена токена полностью зависит от успешности экосистемы. Чем больше пользователей, чем выше цена токена. Но механизм-то неизвестен вам, да, как это, когда пересматривается. Да, лично неизвестен, да. Понятно, спасибо. Но я немножко добавлю, да, Алексей говорил про то, что 20% у нас торгуются, поэтому тоже и этот успех влияет также на стоимость токена. То есть, может быть, они торгуют так, что будут перекроют все там убытки, если там падение или подъем курса. Да, внимательно изучите отчетность, которая есть в личных кабинетах по криптоконсалтингу. Там из Binance, из Bitfinex, из Bittrex, там отовсюду есть отчетность компании по трейдингу. Посмотрите, там есть очень интересные транзакции, чем торгует можно посмотреть компания. Посмотрите, изучите. Там каждый отчет занимает за месяц где-то 165-170 страниц. Ну, так, если наискосок посмотреть, достаточно интересно будет. Там есть ID транзакции, то есть можно все… Я лично по Binance все проверял, потому что я там зарегистрирован, верифицирован. Binance я проверял, все четко совпадает. То есть торгует криптоконсалтинг, торгуют средства, они реально там есть. Спасибо. Пожалуйста. Алексей, а где еще вопрос? Да, давайте. А где посмотреть информацию об основателе? О чем? Об основателе. Алексей, я позволишь, да, отвечу? Значит, у нас, да, у нас в чате я специально собрал всю информацию в чате нашего Телеграма про каждого нашего основателя. Там закрепленные сообщения, да? Да, нет, ну, можно в закрепленных, я еще раз продублирую. Да, закрепи, закрепи вверх у чата, да. Ну, я продублирую просто. В закрепленных сообщениях у нас там вся информация по документации есть. А именно вот по каждому представителю, то есть она выложена, информация была, я продублирую ее просто сообщением и все. Да, продублирую сообщением, там есть вся информация, ссылки на соцсети основателей, можно там следить за их перемещениями, посмотрите, потому что сегодня соцсети это один из инструментов наблюдения за людьми, мы все это понимаем и знаем. Поэтому информация есть, да, кто такие, чем занимались в прошлом. Тот же Бенджамин Херцог, он с 15 лет айтишник, сейчас 23 года, он уже долларовый миллионер, то есть это уже обеспеченный человек молодой. Он разрабатывал блокчейн-структуру для Райфайзенбанка, это крупнейший европейский банк, один из крупнейших. И как бы благополучно эту работу для них сделал и, соответственно, начал разрабатывать виво-пэйментс для себя. То есть это происходило более... Здесь есть информация? Да, пожалуйста. Да, я посмотрю, изучу это, дайте мне спасибо. Так, Алексей, ну... Только, правда, у меня в чате нет, но мне пришлось, я думаю. Еще один важный момент. Антон вчера в чате поздравил Наталью с выигрышем 150 евро. Антон, тебе спасибо за розыгрыш, за такую активность, это круто. Ты не забываешь про всех, кто в чате находится. Мы, скажу вам даже больше, мы с Антоном будем проводить постоянно активности и в скором времени мы озвучим промо на Дубай. То есть это будет только для нашей структуры, это будет исходить от нас, потому что лично я бы очень хотел, чтобы как можно больше человек там оказалось в апреле, потому что тот уровень организации мне очень понравился. Это со стороны своего опыта многолетнего говорю. Без Бадане было все на высшем уровне, просто на высочайшем. В Дубае будет еще круче. Поэтому присоединяйтесь. И такой секрет, на мероприятии будет шейх Дубая. То есть это тоже такой инсайт будет присутствовать. Человек, который официально вложился в компанию. Это тоже информация вся есть. Алексей, ну что, я так понимаю, вопросов больше нет. Да, Наталья, поздравляем с розыгрышем 150 евро, с выигрышем 150 евро. Спасибо, друзья, что уделили время. Ну, в принципе, я так рассчитывал на час максимум. Спасибо вам большое. Присоединяйтесь, задавайте вопросы. Анатолий, хочешь Дубай, позвони мне, я расскажу, как туда попасть. Обязательно озвучим все условия, хорошо? И спасибо вам. Хорошего вам вечера. Спасибо, Алексей. Хорошей вам недели рабочей. И на связи. Всем пока. Спасибо. Пока. Спасибо. До новых встреч. Спасибо, Алексей. Спасибо.